Мир меняется и вносит корректировки в нашу жизнь. Также влияние на рынок профессиональных навыков оказало внедрение в большинство отраслей бизнеса искусственного интеллекта. Многие профессии и процессы, которые выполняют специалисты из этих областей, автоматизируются и спрос на многие профессии где-то падает, где-то и вовсе исчезает. Уже давно наступил тренд удаленной занятости, а обстоятельства 2020 года и вовсе ускорили этот процесс. В связи с чем многие задумались о смене профессии, но тут история лежит намного глубже. Ведь необходимо выбрать не только востребованную профессию, но и учесть много факторов. Во-первых, профессия должна быть востребованная, во-вторых, она должна быть высокооплачиваемая, но это не самое важное, как может показаться с первого взгляда. Современная профессия должна давать вам возможность заработать себе на свободную жизнь самостоятельно, а не поставить вас в рамки, где вы ежедневно должны отдавать качество уровня своей жизни в руки своего начальника. То есть, современная профессия должна быть в том числе удаленной. Если вы хотите узнать, как стать таким специалистом, то пишите в комментариях, и я сделаю такое видео для вас. Кроме того, современная профессия должна быть новой, то есть идти совместно с трендами в технологиях, и конечно же она должна быть интересной и нравиться вам. То есть, она должна зажигать вас новыми идеями. Да, именно так обстоят дела. Вспомните, как было раньше, как нас учили. Как правило, за нас решали родителям быть, говорили, что твоя профессия не обязательно должна нравиться. Слушайся начальника и не делай ни шагу в сторону. Все было в таком духе. Это было большим заблуждением. Если вы используете опцию старой модели выбора профессии, вы никогда не достигнете успехов в современных реалиях. Так как, скорее всего, вашу профессию выберут за вас, и она вам не особо будет нравиться. И вам придется конкурировать со специалистами, которым ваша нелюбимая профессия нравится намного больше, и они готовы заниматься своим любимым делом целые сутки. А вы нет. Вот в этом и проблема. Я также могу снять видео о том, как стать успешным в своей профессии. Если это интересно, то пишите комментарии под видео. Если мы посмотрим топ популярных запросов по этой тематике, то увидим, что на данный момент один из самых популярных запросов является топ востребованных профессий в 2020 году. Ну и все в таком духе. Я считаю, что это также заблуждение. Нужно смотреть гораздо дальше и глубже. Ведь ваша подготовка займет некоторое время, иногда даже от трех месяцев до двух лет примерно. Плюс нужно будет время на то, чтобы оформить свою портфолио и развить свой бренд. В данном случае бренд это ваше имя. Поэтому для того, чтобы стать успешным в новой современной профессии, нужно будет плодотворно поработать и развить в себе навыки, которые вы, возможно, никогда ранее и не думали развивать. Но поверьте мне, это не будет для вас работой. Вы будете это воспринимать как любимое ремесло. Вы станете по-настоящему творческим человеком. А именно таких людей искусственный интеллект не в силах заменить. Он не способен на то, что делает человека человеком. Итак, какие же профессии становятся все более актуальными? Я подготовил для вас топ-9 профессий будущего. Причем я выбрал профессии с учетом выше озвученных параметров и возможностью самообучения, не обладая каким-то глобальным образованием. Как вы понимаете, я не брал во внимание такие профессии, как доктор, специалист по энергетике и все в таком духе. Если вы хотите узнать про такие глобальные профессии, на которые нужно долго и плодотворно учиться, то пишите комментарии и я сделаю такое видео. Я выбрал для вас топ-профессий будущего, который сможет освоить каждый. Да, и к слову сказать, внедрение автоматизированных систем привело также к замещению некоторых других профессий, которые еще совсем недавно всеми считались очень востребованными и популярными. Конечно, эти профессии не исчезли, но в них господствует высокая конкуренция, демпинг расценок на услуги, низкий профессионализм и высокое недоверие друг к другу. Именно появление автоматизированных решений привело к снижению порога входа в такие профессии. И как следствие на рынок вышло много неквалифицированных специалистов, но это было не самое страшное. Самое страшное, что внедренные автоматизированные системы привели к тому, что надобность в таких специалистах у потенциальных заказчиков во многом исчезла. Я в первую очередь имею ввиду веб-дизайнеров и разработчиков сайта. Ну что ж, вступление оказалось довольно большим, но вы должны были знать все эти обстоятельства, в которых живет современный мир. Ну а теперь встречайте мой топ 9 профессий будущего. Дорогие зрители, сейчас будет несколько секунд рекламы. Я просто хочу вам напомнить, а кому-то впервые сообщить, что так как я перешел с одной тематики на другую, все мои курсы по разработке сайтов теперь стоят по 300 рублей, кроме программы WordPress Academy, это долгосрочная программа, она также идет сейчас по скидке, 1000 рублей, раньше стоила 2000 рублей, теперь 1000 рублей. Ссылочка на распродажу будет в описании. Современные реалии рынка привели к тому, что многие люди, осваивая те или иные профессии, все-таки приходят к осознанию того, что не всему можно научиться через самообучение. Институт высшего образования на территории СНГ в плане подготовки специалистов не оправдал себя. Об этом говорит статистика в разрезе доли людей, которые работают не по специальности. Кроме того, новые профессии, которые будут востребованы, осваиваются большинством через частные школы или курсы, в общем через онлайн обучение. И как вы понимаете, всех этих людей должен кто-то обучать. Кроме того, вы должны понимать, что освоенные вами новые современные навыки будут интересны или уже интересны тысячам разных людей. Я уже не говорю о том, что вы сможете создать свою собственную школу дистанционного обучения. Но это уже повод подумать о своем бизнесе. Ведь рынок такого дистанционного обучения дико растет и занимает огромную долю сферы образования. И на самом деле за этим стоит будущее и как следствие за этой профессией также. Отдельным особняком стоит профессия преподавателя английского языка. В нашем современном мире как-то уже глупо ограничивать себя в рамках собственной локации. Если вы работаете строго в рамках своего местонахождения, города, области или даже страны, то вы теряете в объемах и качестве клиентов и как следствие в деньгах. Сейчас уже тренд такой, что вы должны быть специалистом, известным на весь мир, а не в рамках одной страны. Не то чтобы прям известным, но вы должны осуществлять свою деятельность на весь мир. И да, это открывает перед вами новые горизонты, возможность общаться с людьми из разных культур, посмотреть мир, переехать жить, работать в страну с более высоким уровнем жизни. Ну и как минимум такой подход позволит вам заработать по мировым расценкам в долларах или в евро. И получая такие зарплаты, я думаю не стоит пояснять в чем здесь плюсы и какой уровень жизни вас ожидает. И с каждым годом, день за днем, это становится все более ясно. И многие люди начинают все больше об этом задумываться. Но для того, чтобы вам это все воплотить в жизнь, вы должны владеть самым популярным международным языком, на котором общаются люди и специалисты со всего мира. Конечно я имею ввиду английский язык, и так как спрос на освоение такого подхода очень велик, он просто зашкаливает, то такая профессия как преподаватель английского языка, сейчас просто бесценна и является крайне популярной. Профессия интернет-маркетолога, несмотря на ее новизну, очень востребована. Особенно на просторах рынка СНГ. С ростом популярности интернет-ресурсов растет и востребованность специалистов, создающих и поддерживающих сайты продаж. Причем тенденция такова, что рост числа интернет-магазинов не успевает за появлением нужного количества специалистов и интернет-маркетологов. Несмотря на то, что интернет-маркетинг, как новая дисциплина, развивается стремительно. И уже имеет свои правила и законы. В настоящее время традиционная навязчивая реклама в реальном бизнесе находится на спаде и раздражает потребителей. И вот на фоне этой выжженной земли в дело вступают интернет-маркетологи, которые ненавязчиво, строя статус компании и продукта, заставляют людей через психологические приемы и инструменты самостоятельно приходить за вашими услугами и продуктами. Эта профессия является очень популярной и крайне интересной. SMM-менеджеры или Social Media Marketing – это специалист к комплексу мер по продвижению продуктов или услуг с помощью социальных медиасредств. Профессия SMM-менеджера находится на стыке маркетинга и IT. Современный рынок продвижения контента привел к тому, что соцсети в плане продвижения своих товаров или услуг стали работать намного эффективнее сайтов. И продвижение в социальных сетях во многом заменило классическое SEO-продвижение сайтов. И этот тренд создал такую профессию, как SMM-менеджер, которая стала очень популярной. Дальше в моем топе будут исключительно профессии из мира IT. UI и UX-дизайнер – это крайне популярная и востребованная профессия, но для рынка различных девайсов, которые призваны разнообразить нашу жизнь, велик и с каждым днем очень уверенно растет. Все эти девайсы имеют как собственный интерфейс, так и приложения, которые установлены в этих девайсах, имеют собственный дизайн и структуру. Доля таких приложений на рынке и их востребованность постепенно растет. И конечно же перед разработкой таких продуктов необходимо продумать расположение всех элементов приложений на экране, выбрать приятный дизайн и проанализировать со стороны психологии пользователя, насколько удобно будет пользоваться таким приложением. Этим и занимаются UI и UX-дизайнеры. На четвертом месте расположилась очень популярная профессия разработчика игр. Я думаю, не стоит объяснять, как популярны компьютерные игры и как часто мы в них играем. И как следствие, я думаю, вы понимаете, какие деньги там зарабатываются. Кроме того, я думаю, что очевидно, но уж точно на поверхности лежит тот факт, что разработка игр это довольно-таки увлекательная деятельность. Ну конечно, при условии, если вам нравится этот весь процесс. В то время, как многие работают полный рабочий день в игровых студиях, существуют даже также и другие возможности для разработчиков игр. А именно, многие предпочитают работать удаленно или самостоятельно публикуют свои игры онлайн в качестве независимых разработчиков. Развитие виртуальной реальности находится на подъеме на рынке технологий, поскольку эта виртуальная реальность используется в большинстве современных отраслей промышленности. Эта сфера очень привлекательна, ведь очень многие видят в этом новый уровень развития таких отраслей, как игры и медиа-контент. Ведь именно виртуальная реальность позволяет вас вовлечь в процесс поглощения такого контента всецело и полностью. То есть, ощутить себя частью этого контента. Это очень молодая сфера, она дико развивается, а работа в ней очень интересная и прибыльная. Кроме того, эта сфера позволяет вам создать свой собственный продукт и сделать целое состояние. Это профессия для творческих людей. Задумайтесь об этом. Приток информации затрудняет организациям контроль и управление своей информацией. С появлением интернета крупным организациям часто бывает трудно разобраться в имеющемся потоке информации. В этом им помогают аналитики данных. В результате аналитики данных уже пользуются большим спросом, и эта тенденция будет продолжаться. Роль аналитика заключается в выявлении закономерностей в данных и представлении таких данных в осмысленном виде. Что вполне понятно, для освоения этой профессии вам потребуется знание высшей математики, но это отличная мотивация для того, чтобы ее освоить. Зарплаты тут очень высокие и отличные возможности по переезду в США. На первое место я поставил универсальную профессию для выбора. Во-первых, эта профессия уже развита. Во-вторых, на нее имеется огромный спрос. В-третьих, она не автоматизирована, и вряд ли когда это произойдет, так что вы можете быть спокойны в своей востребованности на рынке. То есть, если проводить аналогию с человеком, эта профессия не новорожденная, а уже такая сложившаяся личность, которая, наверное, уже и пошла где-то в школу. Также, я думаю, понятен уровень востребованности мобильных устройств во всем мире. Люди уже все реже пользуются компьютерами. Проводилась масса исследований по выявлению частоты использования смартфонов. Результаты были шокирующие. В среднем за полчаса пользователь активирует свой девайс полтора раза. Это уже психология. И, как правило, в настоящее время идет процесс замещения стационарных устройств мобильными. То есть, смартфоны вытесняют компьютеры, но это только в рамках процесса поглощения контента. Ведь для процесса создания контента у компьютеров по-прежнему нет конкурентов и вряд ли когда-нибудь они возникнут. Но этим занимается небольшая часть людей. Основные жители нашей планеты занимаются именно поглощением контента. Также проводились исследования по оценке выявления устройств, с которых пользователи выходят в интернет. Результаты были следующие. Около 51% жителей нашей планеты используют смартфоны для поглощения контента сети. К 2025 году планируется увеличение этого показателя до 72%. А о количестве людей, которые ежедневно используют смартфоны повседневной жизни, я думаю, упоминать не надо. Отсутствие смартфона у человека в наше время уже воспринимается как что-то ненормальное. И, как вы понимаете, пользователи мобильных устройств поглощают контент не только из интернета. Я бы сказал, что источник информации сейчас двигается со стороны интернет-ресурсов в сторону мобильных приложений, так как они более подходят для смартфонов. Потому что они создаются на основе технологий, которые являются родными для мобильных девайсов. И код, на котором написаны такие приложения, понятный операционным системам этих девайсов. Браузер же является для мобильных девайсов чем-то чужеродным. Да, и сайты не всегда корректно отображаются на различных мобильных устройствах. Поэтому в последнее время наблюдается сдвиг пользователей в сторону использования мобильных приложений. И именно такое развитие событий привело, как следствие, к высокой популярности отрасли развития и создания мобильных приложений. Как я говорил ранее, эта профессия востребованная, высокооплачиваемая и позволяет работать на весь мир удаленно. Также она позволяет создавать собственный продукт, что позволит стать только финансово независимым, но сделать себе состояние. И самое главное, вы сможете менять мир огромного количества людей и заняться любимым делом. Если вы решите выбрать эту профессию, перед вами будет дилемма. То есть стоять выбор, куда двигаться дальше. В настоящий момент существует три пути. Как вы знаете, выделяют две платформы для работы с мобильными приложениями. Это Android и iOS. По последним исследованиям, мы получаем информацию о том, что доля пользователей Android составляет 78%. То есть это нам говорит о том, что большинство пользователей используют Android платформу. В общем, вам нужно выбрать, в какую сторону идти. Либо вы разрабатываете под Android, либо под iOS. Но есть и третий путь, о котором я упомянул чуть ранее. Это разработка кроссплатформенных приложений на Flutter. Это очень молодая технология, которая позволяет сразу разрабатывать по две платформы одновременно. Но тут все не так уж и гладко. Такие приложения будут работать гораздо медленнее. А интерфейс будет отличаться от тех приложений, которые пишутся на родных технологиях по две эти платформы. Я сам являюсь мобильным разработчиком, поэтому могу говорить об этой профессии часами. Но всему есть свои ограничения. Вот так выглядит мой топ. Все ссылки на мною упомянутые исследования будут под видео. От себя же добавлю, что какую бы вы профессию не выбрали, главное, чтобы она вам нравилась, зажигала вас новыми идеями, давала возможность создавать свои проекты и сделала из вас творческого человека и развивала ваш творческий потенциал. И это очень важно. Ведь единственное, на что не способен ни искусственный интеллект, ни единая машина в целом, это заменить в людях то, что им дано природой. А именно творческий потенциал. И именно поэтому в ближайшем будущем искусственный интеллект будет повержен в этих отраслях современной жизни. На этом у меня все. Всем пока.